Смотрите прямо сейчас в проекте Фронт Ньюз. Заокеанские адагомсы дают жару. Оккупанты бегут так, что аж пятки сверкают. Враг сходит с ума от бессилия и продолжает обстрелы мирных украинских городов. Никогда Бог не простит врага за эти смерти и горе. Но вооруженные силы нашей страны точно заставят врага ответить за все. Огненные, горячие и пылающие кадры с передовой смотрите прямо сейчас. Продолжается кровавая война. Война, которую Владимир Путин и его свора развязали на украинской земле. Продолжается героическое сопротивление украинских вооруженных сил и всего украинского народа в борьбе за свою свободу. Приветствую, это Фронт Ньюз. С вами Владимир Тимошенко. В следующие 30 минут вас ждет правда о войне, которую наши журналисты добывают из самых горячих боевых точек. Готовы? Тогда мы начинаем. И начинаем, конечно же, с главной военной новости недели. Заокеанские атакамсы уже работают по российским агрессорам на временно оккупированной украинской территории. Самое важное, что российские агрессоры уже ощутили на себе, как мощно и эффективно работают американские дальнобойные ракеты. Ведь в ночь на 17 октября 2023 года вооруженные силы Украины нанесли успешные удары по аэродромам врага вблизи временно оккупированного Луганска и Бердянска. В результате атаки поражены вертолеты и оборудование вооруженных сил Российской Федерации. Вот как это было. Бомжур, мужчины. Доброе утро. Слышь, нихуя прицельно так-то, пи***ц. Вон, а сошки пошли еще. О, каска дальняя горит. Ни информации, ни выводов. Телефоны повесили из-за импечивающих. Да, у них... Это ППИшки, ППИшки. А вот это БК уже пошло. О, не п***ц, он туда отрабатывает БК прям по ним. И что же делает в этой ситуации подлый, циничный и беспринципный враг? Ну, конечно же. Продолжает осуществлять в 21 веке геноцид украинского народа. Зверским обстрелом подверглась на неделе, в частности, Днепропетровская область. Одна женщина погибла. Четверо ее соседей получили ранение. Россияне ударили баллистической ракетой по пригороду Днепра. Также в поселке Обуховка агрессоры разбили более двух десятков частных домов и разорвали газопровод. Потерпевшие не могут сдержать слез. А ведь поблизости нет ни единого военного объекта. Журналистка ТСН Ольга Павловская побывала на месте этих кровавых событий. Екатерина погибла в детской комнате недалеко от кроватки, где обычно спит ее полуторагодовая дочь Аделина. За несколько минут до удара бабушка вывела девочку во двор. Бабушка с Аделиной вышла, а Катя осталась дома. Это все было так быстро, что никто ничего не понял. Теперь дочерь буду хоронить, и собачку тоже. Она прямо около порога. Отец и дядя погибшей Екатерины были на работе в момент удара. Сейчас разбирают то, что осталось от их домов. Это такое. Дома можно восстановить, а вот человека. Екатерине был 31 год. Она успела провести мужа на работу, а старшую, 13-летнюю дочь, в школу. А затем сразу же после объявления тревоги раздался взрыв. Очень жаль. Хорошая, отзывчивая девушка была, заботливая мать. Ребенок сейчас спит у знакомых. Будем поддерживать как можем. Взрыв в поселке был такой силой, что дома разлетались на осколки. Одна ракета пролетела прямо над нашим домом. Взрыв, и у нас стекла полетели со всех сторон. Мы в шоке были. Меня отбросило, я так и не поняла, как. Взрывной волной я залетела за кресло. Хотела встать, а ноги подкашиваются. Светлана до сих пор не может открыть входные двери. Их заклинила. Пошел свист сильный. И потом уже моя нервная система отключалась. Я сильно испугалась. Потом я забилась в угол и просто молилась. Один частный дом уничтожен в дребезге. Еще более 20 разбито. Вероятно, это был прилет баллистической ракеты. Ни одного военного объекта, как вы видите. Это частный сектор, пригород города Днепр. Из-за повреждения газопровода людей несколько часов не пускали в дома, пока не устранили опасность. Теперь они осматривают, что осталось от жилищ, которые они возводили всю жизнь. Все разгромлено. Вот это ее спальня, видите, вот здесь она спала. Смотрите, что сейчас творится. Медики спасают четырех раненых. Одну из женщин уже отпустили домой. Другими еще будут доставать осколки и лечить переломы. Угрозы жизни нет, говорят медики. Они нуждаются в оперативном лечении. Необходимо удалить осколки и лечить дальше. Вероятно, также необходимо и психологическое вмешательство. Ведь находятся пострадавшие в стрессовом состоянии. Следователи осматривают разрушенные дома. Волонтеры предоставляют все необходимое для разбитых домов. Соседи помогают друг другу. Никогда Бог не простит врага за эти смерти и горе, которые он принес нашей Украине. И не сдерживают слезы, когда вспоминают о Екатерине, чью жизнь забрала ракета россиян. А теперь мы перенесемся и проанализируем оперативную обстановку на Бахмутском направлении фронта. Враг продолжает и тут свой фирменный военный террор. Агрессоры безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещеевки Донецкой области. В свою очередь силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, нанося при этом врагу потери в живой силе и технике, закрепляясь на достигнутых рубежах. Да, на Бахмутском направлении не прекращаются штурмы россиян. Малыми группами они пытаются оттеснить силы обороны Украины с недавно отбитых позиций. Но все попытки агрессора тщетны, ведь в помощь нашей пехоте, которая отражает атаки вражеских войск, прилетают вертолеты сухопутных войск. С 18-й бригадой авиации пилоты, которая ежедневно совершает до десятка вылетов, поработала журналист КТСН Юлия Кириевна. Это борт Ми-8. Пилот как раз готовится к вылету. Перед этим его снимать нельзя. Такие правила. Но уже через несколько часов мы точно будем знать, стало ли хороших россиян еще больше. Над головами проносятся два вертолета. Это боевые Ми-24. Один из них от польских партнеров. 24-ки просто проходили рядом и залетели к нам поздороваться. Шасси отрываются от земли. Борты летят туда, где нужно прикрыть нашу пехоту. На Донецкий фронт. Как можно ниже к земле Ми-8 прячутся за горизонтом. Безопасный коридор пилоты видят на специальном планшете, который крепят к ноге. Борт задирает нос и засыпает шквальным огнем врага. Все это длится считанные минуты. Вслед за выстрелом в Нурсе вертолеты рассыпают тепловые ловушки, которые прикрывают их от вражеского ПВО. Дорога обратно такая же опасная, как и к линии фронта. Ведь работают борты фактически над головами нашей пехоты, а значит, доступны вражеским ПВО. Но вертолеты все равно летят туда, где наших воинов не может прикрыть артиллерия или минометы. Оба борта, которые утром полетели работать на линию фронта, вернулись целыми и невредимыми, а значит, сегодняшняя миссия выполнена. Владимир улыбается. Уже завтра в сведениях Генштаба будет его работа в разделе «Потери врага». Утро каждого украинца должно так начинаться, а потом кофе. Почему отработали? По наземной технике, по пехоте противника. И как? Судя по настроению? Все отлично, все прошло чудесно. Экипаж Ми-8 – это двое пилотов. Старший здесь Руслан, харьковчанин. До большой войны был в гражданской авиации. А после того, как ракеты россиян полетели на его родную Северную Салтовку, нажимает на боевую кнопку в авиации сухопутных войск. И всегда с мыслями о доме. Я люблю свою работу. Какая там злова. Если люди перешли черту, их сложно считать людьми. После того, что я на себя ощутил и увидел. Как только боевой вертолет вернулся, за работу берутся механики. Их целая команда заправляют, заряжают ракетами. Пополняют запасы тепловых ловушек для прикрытия. Если на воздушное судно будет осуществлено наведение, например, переносного зенитно-ракетного комплекса или обычного ракетного комплекса, мы стреляем из тепловых ловушек, создаем облако из этих ловушек и, как следствие, ракета попадает туда и просто теряется, что защищает вертолет от поражения. И уже через полчаса борт готов вновь подниматься в небо. Днем у него может быть десяток боевых вылетов, особенно сейчас, когда враг до сих пор не успокоился под Бахмутом. А на участке вокруг Авдейки перешел в наступление. Но благодаря и этим вертолетам, в том числе, пехота до сих пор там удерживает атаки россиян. Как всегда, филигранно и ювелирно точно работают на том же бахмутском направлении, ставшая уже легендарной 3-я штурмовая бригада. Эти кадры из беспилотника покажут вам, как воины 3-й роты 1-го штурмового батальона бригады заставляют врага бегать, точнее убегать и суетиться. Субтитры создавал DimaTorzok Ну а теперь настало время сосредоточиться на анализе ситуации на Херсонском и Запорожском направлениях фронта. Враг и тут продолжает бесчинствовать. На Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе вербового Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают введение наступательной операции на Мелитопольском направлении, нанося оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии фронта. На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Если же говорить о ситуации в самом Херсоне, знаете, на самом деле тут очень сложно подбирать слова. Нужно придумывать какие-то новые слова и выражения. Старых уже просто не хватает. Это реально ад на земле. За один неполный день семь потерпевших от вражеских обстрелов Херсона. Ранены трое мужчин, один работник охранной фирмы, двое получили минновзрывные травмы. Из-за удара по центру города пострадали еще и две женщины. Вместе с героическими украинскими медиками на дежурство отправилась и журналистка ТСН Алла Хациновская. Смотрите ее эксклюзивный репортаж прямо сейчас. Бригада экстренной медицины запрыгивает в скорую. В городе слышны взрывы. Около 11 утра мы услышали взрывы. Был прилет. И сейчас мы пытаемся догнать скорую помощь, которая направляется на место, чтобы понять, что там произошло. Поступила информация, что там есть раненый. Мы потеряли скорую помощь и с поля зрения буквально на несколько минут. Звуки взрыва прекращаются. Просто посреди дороги замечаем брошенный автомобиль. На носилках 47-летний Андрей. Вместе с коллегой они ехали по делам. Андрей был за рулем. Медики повторно осматривают мужчину. Осколки попали в обе ноги. В волне ранение повезло ему. Средние тяжкости. Сергея коллегу Андрея не зацепило. Говорит, совсем рядом было три прилета. Немного дальше было слышно еще шесть взрывов. Вышли с машины, второй вдогонку. Лежим посреди дороги. Забрались под деревья, вызвали скорую. Лежим, обстреливаются, ждем скорую. Скоро приехали, тоже обстреливают. Дай бог, чтобы сегодня уже больше ничего и не было. А мы возвращаемся на место обстрела. Автомобиль пронизан осколками. Здесь их около десяти. Основной удар пришелся именно на место, где сидел водитель. Вот видите, сколько их здесь. Один из них ранил мужчину. Недалеко по улице, около кукольного театра, был еще один прилет. Там никого не зацепило. На месте уже работают коммунальные службы и правоохранители. Война вынудила бригады экстренной медицинской помощи быть фактически в боевой готовности, говорит Елена. Без бронежилета они не едут, даже на обычный вызов. Ведь в любую минуту российские войска могут вновь обстрелять город. Елена вернулась в Херсон фактически сразу же после деоккупации. Говорит, не смогла оставить своих ребят. Водителя Вадима, который за минуту долетает до места атаки. Мы всегда так ездим. Но мы всегда так ездим. Экстренно ведь все нужно делать. И фельдшера Григория Он с оккупированного левого берега Херсона через всю Европу ехал, чтобы вернуться на подконтрольную Украине территорию и вновь спасать людей. Из-за активных боевых действий практически половина персонала выехала. Работают на полторы ставки, но рук все равно не хватает. Поэтому на усиление привлекают медиков с других регионов. Сегодня уже во второй раз здесь работает бригада ИСУМ. Хотелось поработать именно здесь, на деоккупированных территориях. Увидеть, как это вообще. Пообщаться с местными медиками. Посмотреть, как они работают. Чтобы понять, что они здесь пережили. И неизвестно, что будет завтра. Просто чтобы быть готовым ко всему. Бьют конкретно по машинам. Отслеживают машины бригад экстренной помощи. Даже из дронов сбрасывают на них сверху боеприпасы. Наш разговор перебивают взрывы. Другая бригада уже направляется на вызов. Дом горит. Огонь ликвидируют пожарники. После тщательного осмотра пострадавшие женщины отказались от госпитализации. Лишь за этот день в Херсоне пострадало пять гражданских. Ну а теперь, конечно же, про Авдеевское направление фронта. Будем откровенны. Это еще одна сакральная цель для Путина и его своры. Соответственно, и тут ситуация наколена до предела. На Авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В частности, за прошедшие сутки потери врага составили убитыми и ранеными почти 900 оккупантов. Также уничтожено и повреждено почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника. Безуспешными были наступательные действия врага и в районах Новокалинового, Степного и Северного Донецкой области. И прямо сейчас эксклюзивный материал самого пекла войны. С той самой истерзанной украинской Авдеевки от наших коллег с военного телевидения Украины. Ведь ни для кого не секрет, что россияне фактически уничтожили город, стерли его с лица земли и до сих пор пытаются его захватить. Прямо сейчас вы увидите тех украинских защитников, которые ценой невероятных усилий, воли, мужества демонстрируют всему миру, что Авдеевка – это Украина. Это тоже не очень давно. Тут было написано «Бог любить пехоту». Вот этот дом упал сегодня. Еще вчера он был цел. Это Авдеевка. Мы прошлись по кварталу, увидели несколько свежих воронок. Город подвержен обстрелам постоянно. И реально нет ни одного уцелевшего дома. 10 октября враг начал проводить масштабную операцию по взятию Авдеевки. Мы приехали к нашим разведчикам, которые корректировали нашу артиллерию непосредственно в день наступления. Колонн было очень много. И по 7, и по 5, и по 10 машин. Одна заходит, другая выходит. Технику вообще было практически нереально посчитать. Мы здесь находимся уже не первый месяц. И до этого было, что выезжал один-два танка за сутки. Больших перемещений техники в принципе не было. А вот за эти дни началось какое-то массовое формирование колонн. Танки, БМП и артиллерия подтягивались практически напередок. Мы своевременно уже видели, как формировались эти колонны техники. Время на подготовку у наших ребят было. И впоследствии ребята вроде бы как справились хорошо. Большое количество техники, возле которой проходила наша артиллерия, просто разворачивалась и убегала. Если сравнивать с первым днем наступления то, что происходит сейчас, очевидно, что враг проявляет меньше активности. А еще на этой неделе в очередной раз досталось украинскому городу Запорожье. Русский мир в очередной раз показал тут свое дьявольское и кровавое лицо. В ночь на 18 октября по центру города прилетело несколько ракет. Одна из них попала в многоэтажку. Есть погибшие, раненые, пропавшие без вести. Весь день шла поисковая операция. Смотрите далее. Эксклюзивный материал с места трагедии от журналистки ТСН Киры Овес. Это было похоже на ночной кошмар, говорят жители этой многоэтажки. В пол второго ночи они проснулись от ужасного взрыва и звона стекла, которое сыпалось прямо на них. К разрушенным домам сразу же бросились люди из окружающих домов. Вячеслав вместе с товарищем помогли найти 29-летнего Даниила, которого завалило обломками его собственной квартиры. Мы услышали, как мальчик Данил зовет под обвалами. Он спрятался. Потом уже когда разгребли его, где-то в течение полчаса его вытягивали. То, как оказалось, он сидел между туалетом и стенкой. Окончательно деблокировать парня помогли спасатели, которые за считанные минуты примчались на вызов. Мужчина весь засыпан пылью, дезориентированный, но цел. Ее семье также повезло, рассказывает Марина. Накануне они уехали из города в село, оно рядом с Запорожьем. Поэтому ночью они также услышали отдаленные взрывы. А уже через несколько минут узнали от соседей, что их квартира на пятом этаже полностью разрушена. Ни одной комнаты у меня нет. У меня полностью разрушенное жилье. Самое худшее, что я видела, это то, как падают камни на четвертый этаж. А там люди. В квартире, которая оказалась в эпицентре попадания российской ракеты, жили молодые супруги. Молодые люди. Они недавно уженились. Молодые люди, они совсем недавно поженились. Парень с девушкой здесь жили. Вроде как в квартире парня с родителями. Я знаю, что соседи передали, что маму забрали в больницу, а отец пытался реанимировать своего сына сам, но не смог. Осколок вражеской ракеты убил также мужчину недалеко от этого дома. Российское оружие полностью разрушило 8 квартир. Но пока что спасатели не позволяют возвращаться домой и жителям уцелевших жилищ. Ведь существует угроза обвала конструкции. Осколками был поврежден и Покровский кафедральный собор. Неподалеку выбило окна. Повредило фасад храма. Также побиты автомобили, магазины и линии электропередач. На месте вражеской атаки работают коммунальщики. Убирают стекло и перекрывают дыры в разбитых окнах. Ну что же, теперь детально разберем ситуацию на Купенском направлении фронта. Тут, конечно же, также очень и очень неспокойно. На Купенском направлении украинские войны отбили более 30 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Харьковской области. А также 12 атак возле Надежды Луганской области. Немецкие гепарды адаптировались в южных степях и умело уничтожают иранские дроны. Немецкие танки с зенитными пушками прикрывают небо Одещины, а на зимний период готовятся защищать критическую инфраструктуру от вражеских дронов. А на их броне появляется все больше меток сбитых беспилотников. Как работает западная техника, видел журналист ТСН Сергей Сачук. А значит, сейчас увидите и вы. Это видео недавней работы одного из гепардов. Несколько автоматических выстрелов из двух пушек, и в небе взрывается шахид. Есть сбитие. Экипаж гепарда возвращается с ночного боевого дежурства. Гуцулу, Дюран и Одесса. Ребята разных возрастов и из разных регионов. Познакомились на учениях в Германии, где осваивали иностранного боевого зверя. А теперь все вместе закрывают украинское небо. Базовое обучение длилось два месяца. Сначала была теория, а потом уже практика на полигоне. На полигоне стреляли по воздушным и наземным целям. Механик с позывным Дюран с Киевщины. До призыва работал приемщиком товаров в сети супермаркетов. На данный момент управляет 47-тонной машиной. Говорит, что техника простая и надежная. Техника очень хорошая в использовании воды, чтобы высыпать. Техника очень хороша в использовании. Ею управлять все равно, что велосипедом. Здесь можно автомат поставить, включить его и кататься. А можно и передачи. Всего их четыре. В середине чувствую себя очень защищенным. Честно говоря, как дома. Можно и так сказать. Я доверяю этой технике и броне. На вооружении этого зенитного танка стоят две 35-миллиметровые пушки, которые способны производить 550 выстрелов в минуту. Локатор может поймать цель на расстоянии в 15 километров и сопровождать ее. Оператор показывает внутри башни, как происходит охота на шахидов. Зафиксировал цель. Оно показывает по радару здесь, что мы зафиксировали ее. Это мы видим здесь и здесь. Потом ждем, когда цель будет приближаться немного ближе. Оно зафиксировало и полностью ведет само. Нам нужно потом только открыть огонь. Командир зенитно-ракетного дивизиона говорит. На башне каждого гепарда нарисованы шахиды, которые уже уничтожил экипаж. Это техника, которая спасает жизни людей и защищает важные объекты. Изначально он разрабатывался для прикрытия подразделений сухопутных войск. Сейчас его можно использовать как средство для прикрытия критической инфраструктуры и так далее. Лично моим подразделениям за последние полтора месяца было сбито около 25-35 шахидов. За каждый сбитый дрон не то что гордость, спокойствие. После проверки обслуживания гепарда экипаж вновь садится внутрь брони. Впереди боевое дежурство. Потому что ночью, очень вероятно, вновь будет звучать тревога. На сегодня все. Но уже очень скоро в программе Фронт Ньюс новые уникальные материалы наших журналистов из самых горячих точек войны, добытые для того, чтобы вы знали правду. С вами был Владимир Тимошенко. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова